Андрей, давай начнем с главного боя вечера, бой с участием воронежского героя, а теперь уже точно можно его так называть, Сергей Шарапов. Расскажи, в какой он форме подходит к этому бою, кто ему будет противостоять и что будет стоять на кону? Сергей Шарапов и Швиданка будут боксировать за два титула. Первый титул — это чемпион России и поиск чемпион России. И второй титул — поиск чемпиона СНГ. Весовая категория у них будет 72,6, это называется Super Middleweight. В принципе, Сергей в ней провел уже два боя, и они довольно-таки успешные. То есть он нашел свою весовую категорию, где ему комфортно, где он себя хорошо чувствует и быстро восстанавливается, что немаловажно. Сергей сейчас в лучшей форме своей находится, в последние бои это демонстрирует. И самое интересное, что он прибавляет. После крайнего боя за титул чемпиона России мы ездили с ним в Москву, в одну из ведущих клиник спортивной медицины. Провели полностью обследование его организма и получили положительные результаты в плане того, что Сергей в хорошей форме, организм у него быстро восстанавливается, несмотря на его возраст. Ему сейчас 35 лет, и в принципе, как бы большинство боксеров, профессионалов в этом возрасте заканчивают карьеру, а Сергей только набирает и только сейчас получает вот этот кайф, драйв от этого вида спорта. То, что касается его оппонента, в принципе, наверное, без исключения. Все специалисты считают, что он фаворит в этом бою. Он входит, так сказать, в элиту бокса. Сам он родом из Красноярска. Подписан у него контракт с немецкой компанией. Но представляет Америку. Вот. А проживает в данный период и тренирует его тренер, американец, и проживает он в Сан-Франциско. В принципе, как бы оттуда он и прилетает к нам 20-го числа. Бой пройдет в рамках 10-раундового боя. Сергей, в принципе, как бы эту дистанцию не боксировал. Вот. Самый длинный его бой был, по-моему, если не ошибаюсь, 8 раундов, где он завершил этот бой нокаутом. И, естественно, Евгений Швиденко. То есть он не боксировал такую длинную дистанцию. Нет понимания, как он будет чувствовать себя, да, в этом промежутке времени. То есть очень большое количество, очень большой объем работы. И непонятно справится. Тем более Сергей однозначно, он будет искать нокаут, он будет давить. Это как бы его стиль. Что не скажешь про Швиденко. То есть я уверен, что он будет избегать. Избегать ближней дистанции. Вот. Не будет давать подходить, будет набирать тачки. Но, в принципе, как бы, если он это сделает, это его будет, конечно, и ошибка. Потому что Сергей в поздних раундах все равно подберется и достанет вопрос, как он держит удар уже будет. Бой очень интересный. И еще раз повторюсь, что Сергей не ставит фаворитом и глубоко ошибается. Послушай, ну и ты с Сергеем общаешься очень часто. Вот он после завоевания пояса чемпиона России как-то изменился? Может быть, уверенности стало больше? Может быть, чуть-чуть так заматерел по-бойцовски, по-звездному, уже по-другому общается с людьми, с журналистами. Общаться приходится сейчас достаточно часто. Ну, ситуация такая. Мы завоевали титул чемпиона России. И по правилам мы должны его защитить раз в полгода. То есть обязаны защищать его раз в полгода. Если мы не завоеваем какой-то международный титул. Например, там, СНГ или там Европа или Мир по какой-то версии. То мы уже как бы не имеем права боксировать за титул чемпиона России. И как бы он остается вакантным. Но так как у нас не было в планах провести международный титул, я предложил ему защитить. Но и самое интересное, что он не хочет останавливаться. То есть ему уже это как бы не особо интересно. Ему нужен еще титул. Поэтому пришлось организовать еще один титул, согласовать. Самое главное со всеми федерациями. И Сергей сейчас будет проводить бой сразу за два титула. Титул РФ и СНГ. То, что касается общения его и популярности, конечно, это выросло в несколько раз. И это чувствуется. Сергея его знают. Тем более, ну он блестяще вообще выступил. Это всем понравилось. И всех прям задело. Но теперь у него задача эту планку-то держать. По зрелищности боя. Потому что следить за ним будет очень пристально сейчас на ринге. Я уверяю, что зрелищность не пропадет. Это просматривается. И самый важный момент, который сыграл на пользу нам в плане зрелищности, в плане желания, в плане эффективности результата. Это то, что у Сергея был большой перерыв. То есть есть... Если сравнить организм с автомобилем, то как бы в любом случае со временем какой-то износ происходит. Да, тем более, там идут как бы такие боевые действия. Вот, травма и так далее. Сергей как бы выдержал паузу вот эту восьмилетнюю. Вот. Начал по-другому к этому процессу подходить. Именно к подготовке. Да и вообще психологически. То есть он как бы созрел для больших боев. Мы понимаем, что номер один бой, он очевиден. С участием Сергея Шарапова. Если составлять некий внутренний рейтинг, вот у тебя бой второго места и третьего места. Можешь назвать? Ну, конечно, бой второго места. Это Артур Осипов против Маргаряна с Армении. Соперник его без поражений. Входит в топ-200 мира. Это очень интересный поединок, обладающий накутирующим ударом. И здесь опасность есть. Опасность тоже есть. То, что может попасть. И неизвестно, как Артур сможет выдержать этот удар. Тем более, крайний бой. Артур в первых раундах боксировал в Мичуринске у себя, на родине. И пропустил удар в висок. Вот. Но восстановился быстро. То есть спортсмен, который не обладает накутирующим ударом, смог его зацепить, и Артур потерялся. Вот. То этот спортсмен, если он попадет, именно Маргаряна, вот, то Артур навряд ли восстановится. Поэтому здесь нужно быть максимально сконцентрированным. Вот. Не на секунду расслабляться. Потому что на любой дистанции, в любое время он может накутирует. Осипов соскучился по воронежской публике? Ведь у нас его всегда очень хорошо принимали. Ну, я надеюсь. И, конечно, любому спортсмену приятно выступать в Эвент-Холле, при аншлаге. И тем более Артур большую часть боев провел в Воронеже. У него здесь есть своя аудитория. Вот. Его ждут, его хотят видеть. Он многим нравится. Его стиль ведения боя. И вообще, как он подает свой талант публике. И немаловажен тот факт, что если эти два боксера, я имею в виду Артур Осипов и Сергей Шарапов, выигрывают в этих боях, то мы сделаем все возможное. Мы, я имею в виду компанию «Виктори Тим», сделаем все возможное, чтобы в октябре состоялся у них бой между собой. Но это уже такая некая мечта, мне кажется, нашего всего профессионального сообщества, вот именно свести их в очном поединке. Но это не то, что мечта, это реальность. Там единственный момент, сейчас Сергей перешел на категорию выше, это супер медаллэйт 76,2. А Артур боксирует в своем весе 72,6. И здесь нам нужно просто договориться. Договориться в какую-то промежуточную весовую категорию. Сделать, чтобы все были в одинаковых условиях. Если Артур поднимается чуть-чуть, то Сергей чуть-чуть опустится, потому что на данный момент я не могу договориться о том, чтобы Артур перешел на категорию выше, потому что ему комфортно выступать. Ну а если здесь будет разница 2 килограмма, я думаю, проблем не будет. Поэтому это уже больше реальность, чем фантастика. После предыдущего турнира все ожидали реванша Евгения Вазем против Пелеса Даяна. Что не сложилось? Ну, основная цель, так сказать, этого проекта была в том, чтобы понять заинтересованность публики, так как мы делаем большой акцент, вот поэтому как бы собирается аудитория на том, чтобы была потребность в этом бою. То есть в данный период мы не увидели эту потребность и посчитали то, что сейчас будет наиболее выгодно для компании провести этот бой непосредственно с армянским боксером. Шести раундовый поединок. Он находится в рейтинге выше, чем Пелеса Даяна. То есть если брать здесь в плане того, что в случае победы больше преимуществ нам дает в плане рейтинга, нежели бой с Пелеса Даяном. Ну, а Пеле хороший парень, безусловно. У него еще все впереди. Вот если он будет с таким же подходом и желанием подходить к своим боям, то он сможет реализовать свой потенциал. И здесь как бы мы будем всячески помогать ему. Вазир Томаян предстанет перед публикой о его поединке, расскажи, его бой. Вазир Томаян уже давно не боксировал в Воронеже. Вот он находится у нас на контракте и просил бой давно уже за титул. И на самом деле парень уже давно созрел. Вот давно уже хочет боксировать. И мы ему предоставили такую возможность. Ну, оппонент просто красавец. Мне нравятся его бои. Я видел его вживую, как он боксирует. Держит удар. Сумасшедший по силе удар у него самого. То есть интересно посмотреть, как Вазир сможет справиться с этой ситуацией. Очень сложно. Еще кого ты с этой файт-карт выделишь? Конечно, это Гарри Георкиан и Аванесян. Это те боксеры, которые в последние бои как бы задают тон. Появляется у них аудитория новая. Они растут, прибавляют. И самое интересное, что они уже встречались год назад. Это будет реванш. Да, друг с другом. И бой очень близкий был. Очень. Даже команда Аванесяна подавала протест. Но оставили результат без изменения. И поэтому нам сейчас интересно, после того боя провели ребята по два боя. Все одержали победу. И мы видим рост, прибавляют. То есть сейчас это уже будет совсем другой поединок. И есть вероятность того, что они не захотят оставлять результат судим. Послушай, ты всегда говоришь о том, что тебе важно, когда вы составляете файт-карт, чтобы пары были составлены так, чтобы там не было очевидного фаворита. Чтобы действительно победить мог и тот, и другой. Вот сейчас, когда ты видишь состав участников этого турнира, можно сказать, что здесь пары подобрались именно по такому принципу? Да, конечно. Мы для этого все сделали. И будем делать. И сейчас у нас, если раньше мы это делали один-два боя, то сейчас уже пять боев. Остальные три — это рейтинговые поединки, где ребята только проводят свои первые, ну, до пяти боев. Они как бы вкатываются, и здесь никто не форсирует события. А про что мы до этого разговаривали, про пять поединков — это реально крутые бои. На эти бои еду с других регионов, даже с других стран смотреть к нам в регион. Ну и будет на ринге представлено, так скажем, наше подрастающее поколение. В шесть часов вечера стартуют основные бои, в четыре вот эта матчевая встреча. Расскажи, кто с кем, точнее, воронежцы против кого будут на этот раз биться. Это третий проект наш совместно с фондом имени Дениса Лебедева. И сейчас есть понимание, что он выстрелил. Он работает, акцент делался на подрастающее поколение, ребят от 15-16 лет. То есть это старшие юноши. И в этом году Воронежская область показала самый лучший результат. Наши ребята, пять спортсменов, выиграли ЦФО и попали на чемпионат России. Вот эта команда в полном составе, пять победителей ЦФО, будет представлять Воронежскую область против сборной ЦСКА, город Москва. А там слабых, в принципе, нет бойцов. Ну, кто понимает, кто в спорте, все лучшие всегда были в ЦСКА. Ну, я так понимаю, что вот с прицелом на будущее у вас сейчас активно начинает работать Академия Виктори Тим. Можешь о ней чуть-чуть рассказать? Вот какую задачу вы ставите, так скажем, номер один? И как набирает ход вот эта работа? Так сказать, фишка, на что мы акцент делаем, это то, что сейчас востребовано на рынке. Это эмоции и сервис. У нас три вида спорта, это бокс, кикбоксинг и кудо. Клиент может выбрать любой вид спорта, любое время, любой зал, любого тренера и даже в день посетить несколько видов спорта. То есть это входит как бы в пакет абонемента. И еще один момент немаловажный, то что у нас есть персональные тренировки, они такие более точные. То есть мы можем провести тренировку в любом месте, в любое время, ну, где клиент хочет и когда он хочет. По городу точек широких? На данный момент именно в своих клубах, где мы базируемся, их два. Но, опять же, нам не принципиально. Мы можем в любом месте организовать тренировочный процесс. В любом спорткомплексе, в любом фитнес-клубе. Там, где удобно, комфортно тренироваться непосредственно нашему клиенту. То есть есть групповые занятия, есть непосредственные персональные занятия. Есть желание, чтобы вот Академия Виктори Тимс стала некой площадкой для подготовки бойцов непосредственно для вашей промоутерской конторы? Да это не реальность, это уже... Это, вернее, это уже реальность. То есть мы об этом не думаем, это уже есть, и с каждым разом будет это набирать обороты. Это будет... Это уже есть некая площадка, где по длинному пути может пройти спортсмен от начинающего боксера до профессионала. Ну и у вас действующие боксеры выступают в качестве наставников? Да. Мы их привлекаем, эти боксеры постоянно тренируют и дополнительно еще проводят мастер-классы. Из почетных гостей, возвращаясь к турниру, кого стоит ждать? Потому что всегда зрителям интересно посмотреть на топовых, так скажем, медийных персон, сфотографироваться, взять автографы. За кем следить 27-го числа? На данный момент подтвердили свое участие в мероприятии в качестве почетного гостя. Ну, Лебедева, я не могу назвать, что он почетный гость. Да, он уже как бы партнер, друг команды, поэтому он однозначно будет, он подтвердил. И Хасан Бароев, олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе. Его цель какая? Он приедет поддержать спортсмена Айларова, который уже выступал у нас на мероприятии, они с одного города. И на данный момент Хасан Бароев является министром молодежи и спорта города Владикавказ. И в завершении нашей сегодняшней беседы очень интересный факт, который мне стал известен. Вы претендуете на премию Столя. Что это значит для Виктори Тим? Это определенный шаг в развитии? Это признание ваших заслуг? Ну, в принципе, да. Все так и есть. Скорее всего, в первую очередь, это признание. Признание в сфере, так сказать, бизнес-сообщества. Для нас это важно. Тем более у нас профессиональный спорт. Мы привлекаем инвестиции в этот вид спорта. Это одна из самых главных задач. Поэтому мы не сможем двигаться вперед и не сможем организовывать бои мирового уровня. Почему бы нет? То есть если немножко отмотать назад, в 2011 году то, что сейчас происходит, мы даже и мечтать не могли. В этой премии главная победа или участие тоже? Ну, для спортсменов, для людей, которые в спорте, которые получают удовольствие от всего происходящего, вот этот азарт, конечно, мы настраиваемся на победу. Но, опять же, пусть победит сильнейший. Мы все делаем для того, чтобы победить. Ну что, пусть победит сильнейший, правильно сказано, и в этой премии. Конечно же, мы ждем, что победит сильнейший на турнире 27 мая. Турнире, который, напомним, в прямом эфире покажет наш телеканал. Мы призываем всех поклонников единоборств, поклонников профессионального бокса приходить в Event Hall. Тут, по большому счету, только приглашать тебе остается. Я хотел бы сказать одно, что это самое крутое мероприятие, которое мы проводили за 8 лет. То есть здесь собраны титульные бои в количестве пяти поясов. Такого у нас не было на всем протяжении нашей, так сказать, работы. А здесь у нас сам в один вечер. И, в принципе, собраны лучшие, лучшие и уже знакомые публике спортсмены. Поэтому не пропустить. Ну что, с нетерпением, ЖМ-27 мая. Спасибо за интервью. Спасибо.